Вообще, такое видео я уже записывал не так давно, оно у меня выходило на канале, можете посмотреть. Но это другое абсолютное видео, так как прошлое видео было давно, как я уже об этом и сказал. Сегодня я поделюсь опытом на Нилу, расскажу как её собирать, выгодна ли она для вас будет и вообще стоит ли она того. Видео будет очень интересным, так что уже поставьте лайк и подпишитесь на канал. Начну я с того, что Нилу у меня 80 уровня и сразу скажу, у меня многие персонажи 80 уровня и нет, не потому что я не могу или не хочу их прокачивать, скорее просто не хочу, ведь у меня... Хотя скорее просто не хочу, ведь у меня такой вот специфический аккаунт и у меня такая штучка, что я намерен не прокачивать большинство персонажей до 90 уровня. У меня Янфэй прокачана до 90 уровня, прокачана Джин и в общем-то и всё, то есть эти персонажи для меня были обязательны. Остальные у меня такой вот хардкор. Но это мне не помешает делать для вас подробный разбор и сказать вам в итоге нужна ли вам она или нет. Сейчас просто я бегло вам покажу мою Нилу, которая у меня конечно же не самая лучшая. Тут много чего можно прокачать, 70 уровень у меня тоже можно сказать такой хардкорик, но отступлюсь и на самом-то деле ей не очень нужно вот это оружие прокачивать и всё такое. Ну кстати на неё это оружие прикольное, но тоже до этого дойдём. Вы увидели мою Нилу и давайте вот наша первая жертва. Я обычно вот с такими жертвами ничего не делаю, потому что они просто бегают по миру, а самое главное что? Самое главное это у нас большие замесы, бездна, данжи и всё такое, чтобы быстро всё это дело закрывать. Но вот вам покажу как я обычно играю. И кстати вот пачка, которая у меня сейчас, это самая выгодная для неё пачка лично на моём аккаунте, хотя у меня есть ещё Нахида, но об этом потом опять же в пачках. Вот вы видите её статы, самый важный для неё статы это её ХП и её мастерство стихий. Ей мастерство стихий нужно, так как этот персонаж играется именно от него, от него зависит вот этот весь взрыв, который происходит. Да, вы можете ей играться как обычным гидродамагером, но в этом ролике я именно разбираю её как она задумывалась, то есть через бутонизацию. Привет, сегодня я хочу поделиться с вами классной возможностью заработка, который предлагает вам сервис Яндекс.Еда. Если вы ищете гибкий и удобный способ заработка, то это именно для вас. Если доставлять 8 часов в день и 21 день из месяца, то вот какой доход в итоге выйдет. Всё, это удобно посчитать здесь. Да и плюс 20 тысяч рублей сверху за каждого привлечённого нового курьера. Быстрое подключение к сервису, скидки на еду, удобное расписание, страхование и бонусы за новичков. Всё, это ждёт тех, кто решит стать курьером от Яндекс.Еды. Вы сами вольны выбирать, когда и где вам работать. Успевайте доставлять больше и зарабатывать тем самым ещё больше. Один из курьеров Денис делится, что благодаря Яндекс.Еда мне хватает времени для учёбы и доходов для её оплаты. Ещё очень нравится ощущение безопасности. Во время доставок мы застрахованы от травм. Присоединяйтесь к Яндекс.Еда. Начните зарабатывать и наслаждаться свободой выбора. Ссылка для регистрации в описании под моим видео. Так же вот QR-код, чтобы быстро перейти прямо сейчас. Не упустите свой удобный шанс. Статы я уже показывал. И у меня мастерство стихии на самом деле не такое хорошее. Многим я обязан этим оружием всё-таки. Его, кстати, нужно прокачать уже до конца. Других вариантов, в принципе, у меня как будто и не было. Можно было вот такое вот взять. И до этого у меня было такое оружие на ней. В принципе, оно хорошо смотрелось. Ну и вообще, всё, что с мастерством стихии, обязательно вручайте ей в руки. Это ей, ну, супер-супер-супер надо. Вы видите, что у меня в галерее больше нет оружия. И я вам могу посоветовать определённо это, это и другое любое оружие на мастерство стихий. Коих у меня на аккаунте нету, как я уже сказал, что у меня, в принципе, других вариантов. Но я вам сейчас на экранах покажу, в принципе, что ещё можно. Но самым лучшим для неё будет, естественно, её сигнатурное оружие. Вот это. И вот хорошие четырёхзвёздочные варианты у вас на экране. Да, вы бы могли посмотреть любой другой гайд, но это всё-таки мой ролик и мой опыт и моё видение такого персонажа. Хотя, в принципе, оно достаточно плоское у всех. Тут мы перетекаем к артефактам и вы можете заметить интересную вещь. Всё на хп. Да, в принципе, можно шапку сделать и не на хп, на мастерство стихий, в принципе, можно её сделать. Но я лично выбрал для себя путь того, что у моей Нилу будет много хп. В принципе, для меня это очень-очень комфортно. Но если вы хотите как будто больше урона и больше красок, наверное, вам всё-таки лучше надеть на неё больше мастерства стихий. Но даже с этим моя Нилу в принужной вариации сможет быстренько вам всё зачистить. А про вариации я вам потом расскажу. Всё это относится и к пачкам, и к тому, как ею нужно играться. То есть, у меня тут всё на хп. Я вам скажу, что я её очень легко собрал. Я её собрал буквально за 1-2 дня. Типа, мне выпали нужные артефакты. И не потому, что мне повезло, а потому, что это, в принципе, дешёвый персонаж для сборки. У меня такие вот созвездия. Точнее, у меня нет созвездий. Я уже всё это показывал, но сейчас подробнее рассказываю. Нет созвездий у меня. Ну, я вам скажу, что, в принципе, ей бы неплохо было, естественно, до второго созвездия добить. Но Нилу не тот персонаж, которому это, ну, чрезвычайно нужно. Таланты. У меня таланты такие, достаточно непрокаченные. Как будто, да, я не имею большого смысла прокачивать дальше Нилу, потому что как будто она вот прям, ну, выше крыши, знаете. Я её так вам нахваливаю, как будто это прям самая лучшая Нилу на этой планете. Блин, у нас дождливая погода, и это, наоборот, не плюс будет, кстати. Может, переждать, не знаю. Давайте переждём, чтобы, как бы, у нас дождь всё равно идёт. Подождите, он в этом острове вообще всегда идёт или как? Я не помню. Ну, короче, ладно, в жопу, я не буду ничего ждать. Я был, короче, правильный, но мне стало лень. Я зря закинул её ульту немножко, ну да ладно. Давайте-ка прожмём вот этого человечка нашего, конечно, любимого. И опять колея. И вы видите все эти взрывы бутонов, хотя наша королева этого ролика ещё даже не вышла на поле. Вот, и у нас уже один персонаж сдыхает. Так, быстренько, яу-яу, прожимаем. Я не смотрю на вот эти все его скиллы, на самом-то деле мне всё равно, потому что вряд ли я сдохну. Будет смешно, если я в итоге сдохну. А это был нечаянно, нечаянно мескли. Боже, я уже позорюсь. У меня никогда, никогда хорошо не выходит на ролики всё делать. Вы, наверное, поняли. То есть у нас должны быть дендроперсонажи и, конечно же, гидроперсонажи, чтобы бутонизация, её главная реакция, работала активненько. И яу-яу, в принципе, хороший персонаж, хотя все говорят, что, ну, лучше бы поставил другого персонажа, а не яу-яу. Но я никого не слушаю, в принципе, для меня яу-яу в контексте такой пачки она комфортна. Блять, я бил его тень. Навыки игры Геншина. У меня, конечно, на высоком уровне. Ладно. Так. Делаем вот такие штучки. Делаем яу-яу. Делаем синь-сю. И да-да-да, почти у нас получилось. И, конечно, нет, у меня нет ульты. Всё. Мы его захерачили. Но это не было так быстро, как я этого хотел. Но, ладно, я немножко позорился. Я это признаю. Но давайте-ка я вам скажу интересную вещь. Вы поняли, да, что она через бутонизацию играется. И вот эти все арбузики, которые взрываются, это вам самое важное. Это уяснили. Хотя могли бы, в принципе, это знать уже до этого ролика. Но, ну, интересный факт. Я уже вам сказал. Это очень дешёвый персонаж во своей сборке. Блин, как бы по мне молния не ударила, было бы. Так, давайте перейдём к обзору пачек на эту прекрасную даму. И вы сейчас видите у меня такую пачку. Колей, непосредственно Нилу, Яу-Яу и Синь-сю. Итак, давайте посмотрим, какие персонажи у меня есть и с кем она может ещё встать. Вы заметили у меня тут, конечно, вот этих двух персонажей непрокаченных. К сожалению, у меня так руки не дошли до Нахида. Но я вам так скажу. Почему я не беру их? Банально, мне уже тупо стало удобнее играть за Колей и Яу-Яу. И я не вижу смысла сейчас их добавлять в пачку Нилу. Хотя, в принципе, можно. Итак, хорошие пачки для Нилу. Нахида, сама Нилу. И, конечно же, вот так вы можете сделать и оставить Синь-сю. Но если у вас Синь-сю уже занят, вы можете взять другого гидроперсонажа. Например, это может быть... Так, у меня гидроперсонажей же только двое вроде. Серьёзно, у меня двое персонажей что ли? Только гидростихии. И можете сделать ещё и так. Это вам будет небольшой хил. Хил. Да, это именно что хил у вас будет. То есть она заменила Яу-Яу, да? Но если вы сделаете вот так, у вас тут не будет хила. Но это будет всё супер быстро закрываться. И у вас, в принципе, при ровных руках будет маленький шанс дохнуть. Я вам ещё раз напоминаю о том, что у вас, может быть, нет таких персонажей, которые есть у меня. И я вам вставлю сейчас персонажей, которые также хорошо подойдут. В принципе, немного. Вы можете сюда ещё засунуть электроперсонажей, таких как Лиза, нет, Фишель. Она сюда отлично тоже может встать, например. При такой комбинации не очень. Вам, скорее всего, нужно будет заменить на второго дендроперсонажа всё это дело. И вам это будет плюсом, то что у нас будет больше реакций. И будет тупо интересно, например, у вас может быть какая-нибудь электровайфу быть. И вы просто хотите видеть какого-нибудь вам интересного персонажа этой стихии в пачке. То есть даже так я могу вам предложить. Но всё-таки самым эффективным вариантом будет именно то, что я вам уже показал. Вот это. Ну и, конечно же, ещё и Елань, если бы она у меня была. У меня, блин, только три персонажа гидростихии. Других вариаций не может быть, только если это не бутонизация. То есть если это не бутонизация, а обычные у вас Анилу, у вас просто будет идти обычным гидродамагером. Причём, в принципе, флаг вам в руки. Но это именно выглядит всё вот таким вот интересным образом. Интересным. То есть вы сначала делаете так на какого-нибудь интересного персонажа. Потом делаете вот так. Весьма возможно. Потом прожимаете скиллы Синьцю. Вот так. И прожимаете его ульту. И потом уже Анилу у вас включается во всё это дело прекрасное. И давайте перейдём к бездне. Так, сейчас у нас девятая бездна. В общем, вам показываю. Всегда мы с девятой бездны начинаем. Но я тут не буду показывать последний этаж всё-таки. Потому что не дойду до него, блин. Я столько времени на это ублю. Так, сначала мы делаем вот так. Лично я так делаю всегда. Да, опять же, можете меня засрать в комментариях. И как-нибудь можно выпендриться. Но пока что думаю на мобов, блин. Не нужно ничего тратить, в общем, на таких противников. Вы поэкономите ульту на больший сгусток противников вокруг вас. Опять же, Нилу вам может быть некомфортно, если у вас нету такой привычки собирать всех врагов вместе. Или они просто вообще никак не смогут собраться. Но вот мы видим вот такую картину. Так, вот так делаем. Собираем, в общем-то, всех вокруг себя. Делаем вот так. Делаем сенсю. То есть вот так можем закинуть. Вот так делаем. И сейчас у нас должна активироваться ульта. Но мы уже тут всех, ребят, и так со всеми этажами. То есть, что девятый, десятый, одиннадцатый. И все этажи. Вот реально все так работают. Главное, просто запомните, что у вас должны быть прокачанные персонажи вместе с Нилу. Достаточно. То есть, та же, как у меня, до восьмидесятого уровня. Но у вас, скорее всего, аккаунт, который не такой, как у меня. И вы можете прокачать до девяностого. В общем, Нилу для вас будет удобным персонажем. Если вы хотите, раз, дешевую сборку. Два, быстро зачищать. Три, в принципе, вам не надоедает какой-либо геймплей. Да, в Геншине, в принципе, все может въесться. Это не такая игра, которая вам предлагает какой-то интересный геймплей. И это все удобно как-то. И это все как-то всегда разнообразно смотрится. Все-таки не забывайте, это гача с упором на гачу систему. И четвертое я могу добавить то. И четвертое я могу добавить, в принципе, то, что легкие у вас могут быть пачки. Потому что, давайте так, нам выдают колеи бесплатно всем. И вы можете достать еще и другого дендроперсонажа или электроперсонажа. Но, в принципе, я думаю, Яу-Яу не составит вам большого труда достать. Блин, где она? То есть, большого труда достать ее не составит. То есть, Нилу у вас будет, естественно, если вы ее выкрутите. А другой гидроперсонаж, я думаю, тоже Синтю, в принципе, у всех есть. Или та же Барбара, которая в итоге послужит для вас Хеллом. Но минус, если у вас будет Барбара, то против Криомобов вы будете часто замораживаться. И это будет такой вот геморрой. Так что, все-таки советую ставить или Синтю. Например, у вас выпала Елань. Вы поставили ее в более свою приоритетную пачку. И засунули Синтю в какую-нибудь другую пачку. Вот такую пачку вы потом можете рассматривать. В принципе, это все. Все уже промыли миллион раз. И я не исключение. У меня вот такой же аккаунт. Просто у меня могли быть сегодня свои интересные мысли. Я назвал, почему вам нужно выбивать Нилу. Назвал критерии, которые могут вам помочь. Если вы ответили хотя бы на два из них. То, в принципе, Нилу для вас может быть реально полезным персонажем. И правда, присматривайтесь к ее выбиванию. Если же нет, то, скорее всего, вы пожалеете потом и об этом. У меня такая политика к моему аккаунту. Не прокачивать всех выше 80-го. Кроме исключения. Опять же, об этом повторяю. Чтобы лишних вопросов не было. Но если она ваша вайфу. То с вайфу-фактором я ничего поделать не могу. Ради бога, выбивайте ее. Ну, если при том она вам понравилась еще. По ее пилкам. По тому, как она играется по критериям, который я назвал. То обязательно выбивайте себе Нилу. Ну, а с вами был я, Скайск. Я надеюсь, вам этот ролик очень понравился. Я вам чем-то помог. Хотя бы, ну, реально, чем-то. И, в общем, вы будете рады поставить мне лайк. И перейти по спонсору. По описаниям. Телеграм. Донейшн. Алларс. Бусти. Боже мой. Я его начну хорошо вести, когда там будет хотя бы 1-2 подписчика. Ну, и всем пока. Всем удачи. С вами был я, Скайск.